Добрый день, меня зовут Попова Валентина Сергеевна, я являюсь врачом-эндокринологом городской больницы в городе Ревда и хочу представить сейчас вам свой клинический случай. Значит, на прием ко мне обратился мужчина, 48 лет, в анамнезе имеющий сахарный диабет второго типа, ожирение первой степени и дислепитемию. На прием он ко мне обратился в ноябре 2020 года. С жалобами на сухость во рту, жажду и самая основная жалоба пациента это был лишний вес. Пациент с сахарным диабетом второго типа, и мне уже нравится, как ставятся вот эти уже видны задачи, высокий риск сердечно-сосудистых осложнений. Такое абсолютно типичное сочетание признаков, которые мы можем обнаружить, я думаю, более чем 90% случаев при установлении диагноза сахарный диабет второго типа. Значит, что мне стало известно из анамнеза. Сахарный диабет второго типа у пациента манифестировал в 2016 году, то есть его диабету более 5 лет. И с момента выявления диабета пациенту была назначена монотерапия метформином 2 грамма в сутки. Субоконтроль гликемии пациент проводил очень редко. Он признался, что он работает, и на неделе сахар ему мерить некогда. Поэтому сахар он измерял только в выходные дни. Ну, значит, что нам известно, это сахар натощак 8,9 ммол на литр. Ниже восьмерки гликемия у него не снижалась. Через 2 часа после еды гликемия повышалась до 13 ммол на литр. Пациент, как и большинство наших пациентов, самоконтроль проводил достаточно редко, так как он все время работает, со слов пациента занят на работе и, в общем-то, измерять сахар не имеет возможности. Я думаю, найти возможность всегда можно. Просто тут очень важна, очень важна мотивация. Зачем это делать? Потому что самоконтроль сам по себе и записи гликемии в дневник, да, интересно. Но не более того, я лично приверженец контроля, да, и самоуправления. Тогда появляется мотивация, тогда появляется другой интерес, тогда понятно, зачем он смотрит гликемию и что он собирается изменить. Это очень важный такой момент. И в исследованиях мы часто цитируем по первому типу исследования DCCT, да, интенсивный режим инсулинотерапии, там гликированный тоже был целевой, 7, 7,2 десятых. Но все забывают, что они контролировали гликемию от 4 до 7 раз в сутки, 11 лет, задумайтесь, 11 лет от 4 до 7 раз в сутки и осуществляли, не просто записывали в блокнот, осуществляли управление, самоуправление. Это самое интересное, да, тщательный баланс между поступлением пищи, дозой инсулина и физической активностью. А все зациклились на цифре 7, всем она понравилась, хорошее число, счастливое. И вот мы вот в эту игру уже играем и при втором типе. И пока, так скажем, ну, только сейчас появляются такие более-менее критические высказывания, что гликированный, он не во всем нас устраивает. По выходным измерял гликемию до 8,5 ммоль на литр. Я понимаю, гликемия натощак, да, здесь указано это. В течение суток до 13 ммоль, ни первая, ни вторая цифра, в общем-то, нас не может устроить и натощак, и в течение суток явная глюкоза, токсичность, явная опасность. Далее доктор указывает, с момента выявления диабета получал метформин 2 грамма в сутки. Принципиально важно для метформина, когда он должен работать и как он назначен. Вроде бы доза достаточно большая, да, а получается, что результат, результат не очень нас устраивает. При объективном осмотре мы видим рост пациента 175 см, вес 103 см, индекс массы тела 33,6 см, что соответствует ожирению первой степени. Лабораторные показатели, гликированный гемоглобин у мужчины был 8,3%, общий холестерин 6,5 см, 3 глицериды 2 ммл, то есть дислепидемию мы видим, лишний вес и плохие углеводные показатели. На очной были даны рекомендации мужчине соблюдать здоровый образ жизни, соответственно придерживаться правильного питания, исключить из рациона простые углеводы и проводить самоконтроль не реже, чем 3 раза в неделю натощак и через 2 часа после еды. Сахароснижающую терапию я ему немножко тоже поменяла, к метформину 2 грамма в сутки я ему добавила и проглифлозин, то есть углат 50 мг в сутки в любое удобное время, что пациенту очень понравилось, что он может принимать таблетку тогда, когда ему удобно. Ну, мы согласовали и он принял решение, что будет принимать ее утром. И здесь не указано, очень важный еще один параметр, не указан, если мы говорим о сердечно-сосудистых осложнениях, о факторах риска липропартеиды низкой плотности. Они во всех последних документах, и дебютологи, и эндокринологи, и кардиологи, и терапевты, они обращают на это внимание, это на основании этого показателя и различаются, так скажем, группы риска. Это умеренный, высокий, очень высокий, а у нас в стране и в мире обсуждается еще одна градация, экстремально высокий риск, и было бы неплохо определить его и посмотреть, как мы вписываемся. Сахароснижающая терапия, значит, я понимаю, в настоящее время и проглифозин, суглад, 50 мг в сутки в любое удобное время, абсолютно правильный вариант назначения, комфортный, потому что и проглифозин, суглад, ингибитор натрия-глюкозного котранспорта второго типа, он не привязывается, механизм действия не привязан к приему пищи, а если совсем просто сказать, он убирает лишнюю глюкозу, но задумайтесь, без риска развития гипогликемии, потому что почки оказались удивительным органом, и параллельно с тем, что убирается как бы лишняя глюкоза, но больше, чем нужно, не убирается, и почки, я это подчеркиваю, работают как главный бухгалтер, как финансовый директор, они с точностью до грамма подсчитывают, куда распределяется глюкоза, они участвуют в управлении этими процессами, и плюс имеют собственное домашнее производство, на уровне коркового слоя почек, так же, как и печень, такой же механизм, глюконеогенез, и в литературе есть данные до 40%, поэтому вот этот баланс глюкозы, обратите на это внимание, принципиально важно, вы выбрали идеальный препарат для этой истории, пока вижу дозу метформина, осталась прежней, и мы видим с вами 2 грамма в сутки после еды. Значит, встречаемся мы с этим пациентом через 3 месяца, в январе 2021 года, уже после новогодних праздников, пришел он ко мне довольный на прием, и что мы видим объективно, при росте 175 сантиметров вес его составляет фактически 90 килограмм, то есть пациент похудел, считаем индекс массы тела, он составляет 29,4, по самоконтролю глюкозы натощак, он мне предоставил свой дневник сахар, он стал мерить чаще, значит, натощак сахар у него становится 6-7 миллимоль на литр, в среднем где-то колебался около 6,3-6,5 чаще всего, и через 2 часа после еды. Гликемия через 2 часа после еды у него составила до 10 миллимоль на литр, там были единичные случаи, когда было выше 10, но это было значительно гораздо реже, чем при первоначальном нашем с ним приеме. Значит, лабораторные показатели оцениваем, фактически уровень гликированного гемоглобина у нас уже составляет 6,9%, общий холестерин также снизится 4,8 миллимоль на литр, и триглицериды у нас тоже снизились в районе целевых показателей 1,6. Также мы оценили у него скорость клубочковой фильтрации, она составила 77, то есть абсолютно адекватная для мужчины. У суглата и вообще у ингибиторов натрия-глюкозного котранспорта очень интересный механизм действия. Там до конца обсуждают ученые разные варианты, разные версии, за счет чего такие фантастические результаты получены по всему классу. Но есть и одна такая концепция, она называется концепция, где рассматривается влияние на топливную энергию, на энергетический комеостаз, комеостаз энергии, которые ключевые составляющие это глюкоза и жир. И как бы что идет в связи с перегруженным метаболизмом глюкозы, тут идет перераспределение потоков энергии, подключается жир и в этом смысле двоякий такой очень положительный результат. По итогу, что мы видим? Мы видим снижение массы тела более чем на 10 килограмм, снижение огружности талии более чем на 10 сантиметров, снижение утренней гликемии в диапазоне целевых значений и также снижение гликемии через 2 часа после еды, также в целевом диапазоне до 10 миллимоль на литр. Кстати, у солевой гликированный гемоглобин я ему поставила менее 7, не стала ставить 6,5, потому что достаточно было снизить хотя бы до 7, у нас получилось даже 6,9% по итогу. Можно сказать, что пациент был всем доволен и терапию с углатом он намеревался продолжать и далее. И по сей день, кстати, он его принимает, потому что на прием он стал показываться чаще. Значит, улучшение гликемического контроля, снижение массы тела, снижение лабораторных показателей холестерина общего, триглицеридов и уровня гликированного гемоглобина мы достигли. Пациент счастлив, доволен. Самое главное, что ему понравилось, то, что у него снизилась масса тела. То есть он достиг того, чего он хотел, потому что основная жалоба в начале его была – это лишний вес. Он все-таки хотел похудеть, и мной ему был предложен наш препарат с углат. Хочу еще сказать о том, что после того, как у него нормализовался уровень гликемии, пациент стал как-то более оптимистичнее относиться к самоконтролю. То есть он стал чаще измерять сахар. То, что сахар у него снизился, это ему очень понравилось. Мы получили и положительную динамику со стороны гликемии. Мы получили и положительную динамику. Смотрите, снижение массы тела более чем на 10 килограмм. Это фантастический результат, но это масса тела как бы здорово, но не более того. А здесь мы видим, что именно снижение окружности талии более чем на 10 сантиметров – это такой выдающийся результат. Значит, нужно первое – продолжить. И очень важно, есть такое хорошее слово – зафиксировать, удержать этот результат. Да, высокий риск сердечно-сосудистых осложнений. И здесь понятно, уже мы перечисляли это сидячий образ жизни, артериальная гипертензия, липотоксичность, глюкоза, токсичность и так далее. Вопрос, который ставит доктор. Глубоко уважаемый Александр Сергеевич, как вы думаете, рассматривается ли внесение в официальную инструкцию по применению ИПРО показания по применению препарата у больных с ХСН для снижения риска сердечно-сосудистых осложнений? Проводится ли такое исследование, либо планируется? В принципе, вы знаете, начиная с 2015 года, 2015 года, когда в Стокгольме впервые прозвучали удивительные результаты по эмпоглифлозину, это первая ласточка, так скажем, что препарат влияет на сердечно-сосудистые осложнения, это принципиально важно, так, это принципиально важно, и, собственно, тогда и результаты появились, результаты, которые появились в отношении такого показателя, как мейс, а это сердечно-сосудистая смертность, это не фатальный инфаркт, не фатальный инсульт, то есть то, от чего в первую очередь нас это беспокоит, потому что наши пациенты, они погибают в первую очередь от сердечно-сосудистой патологии, в первую очередь среди сердечно-сосудистой патологии, это хроническая сердечная недостаточность, и здесь принципиально важно, сейчас весь мир фактически стоит на ушах, объединились кардиологи, объединились диабетологи, терапевты и нефрологи, потому что кардинально меняется в принципе идеология, меняется миссия врача, и раньше мы друг другу рассказывали, о, смотри, как мы тут научились сахар снижать, лекированный, средняя температура по больнице на самом деле, а сейчас смотрите, какой вы колоссальный вопрос ставите, да, ХСН, да, у пациентов для снижения риска, да, действительно так, вопросы таким образом ставятся, они глобально, об этом весь мир говорит, и уже большинство алгоритмов, и вот сейчас у нас готовится новый документ у нас в нашей стране, и там так же, как международная практика, идет и, так скажем, включаются пациенты с факторами риска, с факторами риска умеренный, высокий, очень высокий, экстремально высокий, я всегда подчеркиваю, экстремально высокий, это как красный уровень опасности, когда нам говорят прогноз погоды, уж точно никуда не надо выходить, а во всех документах стоят это самое указание, да, вы можете это делать, исследования такие будут обязательно проводиться, препарат, так скажем, очень солидный, препарат разработан в Японии, и эти исследования продолжаются, и в отношении сердечно-сосудистых осложнений и заболеваний, потому что идеологически это кардинально меняет наши с вами возможности, меняет нашу миссию. Да, пока, так скажем, мы, могу только сказать, что, в принципе, очень хорошая перспектива, и сам факт, что вы уже ставите этот вопрос, уже говорит о том, что мы уже перестроились, уже корабль, вот этот огромный корабль, он изменил направление, потому что, я всегда это говорю, у нас изменилась наша миссия, мы уже фактически, задачи, которые стоят, да, препарату больных СН для того, чтобы уменьшить риск госпитализации, уменьшить смертность СХЦН, это принципиально важно, с международной все документы, они разработали четко критерии СХЦН, сохранные, сниженные фракции выброса, нормальные фракции выброса и так далее, когда назначать, я думаю, такие исследования планируются и будут выполняться, и я думаю, что с учетом, что у сугвата, у ипроглифлазина есть выдающиеся характеристики применительно к влиянию на жировой обмен, а я считаю, это один из огромных плюсов, огромных плюсов, и это получило доказательство в результате определения динамики высокомолекулярного адипонектина, маркера, интегратора метаболического здоровья, я думаю, что здесь у сугвата очень хорошая перспектива. Спасибо за внимание.